Состояние здоровья ребёнка напрямую зависит от внимательного отношения родителей к своему малышу. Своевременное выполнение взрослыми ряда профилактических мероприятий, направленных на контроль и выявление изменений в его самочувствии, это своеобразный гарант спокойствия взрослых и отличного настроения ребёнка. Диспансеризация – это основа профилактической работы с каждым ребёнком. Эта диспансеризация нужна не только нам, врачам, это важно и каждому родителю, чтобы знать состояние своего ребёнка, чтобы для него были созданы идеальные условия для существования в детском садике, а потом и в школьном коллективе. Учёт особенностей развития каждого малыша, определение специалистами его физического потенциала, эмоционального состояния организма помогут создать наиболее комфортные условия нахождения ребёнка в детском саду или школе. А участковый врач-педиатр станет верным помощником в каждой семье, который всегда поможет родителям принять правильные меры в период адаптации. На основании всех этих осмотров врач выписывает родителю справку формы номер один, в которой уносятся все диагнозы, выставленные узкими специалистами. На основании её выставляется группа здоровья, группа по физкультуре, которая для того, чтобы были дозированные физические нагрузки на уроках в школе, на занятиях по физкультуре, а также какая будет рассадка в школе у ребёнка и какое будет питание. Это всё делается для того, чтобы сохранить здоровье ребёнка как можно более долго. Ещё один не менее важный вопрос, который волнует родителей – как часто нужно проходить диспансеризацию? Зачастую ставит взрослых в тупик. Каждые полгода, к примеру, минимум раз в пять, я почему-то так считаю. Значит, до года мы каждый месяц приходим к педиатру, наблюдаемся, а потом с двух до трёх лет и с трёх до четырёх и перед садом. Каждый год, наверное, сейчас нужно проходить. Такое мнение, которое бытует ещё и до сих пор, не знаю по каким причинам, что нужен профосмотр перед садиком, нужен профосмотр перед школой, нужен отдельный профилактический осмотр и получение справки перед поступлением, так я хочу заверить наших родителей, что это неправильная постановка вопроса. Медицинский осмотр дети должны проходить один раз в год – в месяц рождения ребёнка или максимально приближенные к этой дате сроки. Причём выданная по итогу прохождения специалистов справка будет действительно в течение года. Это даст возможность планово организовать работу медиков, обеспечить качественный осмотр юного пациента врачом и избежать потоков детей в начале учебного года. Родителям же следует позаботиться о том, чтобы заблаговременно взять в регистратуре или на сайте поликлиники талон к нужному специалисту. Талоны выдаются таким образом, что необходимое их количество разделено на три части. Одна часть составляет интернет, талоны – это третья часть. И оставшуюся часть мы выдаём людям в зависимости от того, позвонили или пришли лично. Конечно, приоритет людям, которые пришли лично в регистратуру. И я хочу отметить, что в последнее время наметилась такая чёткая тенденция, что всё это планово, очередей не собирается, если наши родители тоже ответственно относятся к рекомендациям наших докторов.